Всем привет, Олег Диметров на связи с сайтом olegdimetrov.ru Хотел поговорить вот о такой вещи, как старт практики И когда я начинал 9 месяцев назад, я понимал четко, что то, что я затеял, это довольно длительный процесс Если бы я на тот момент, когда начинал практику по гипнотерапии, по гипнозу, по коучингу, по психологии Я бы не проходил этот путь уже несколько раз, то, скорее всего, я бы не достиг никаких результатов И бросил бы это занятие еще до того, как у меня появились бы первые коммерческие клиенты Так как я начинал уже множество разных направлений, понимал, что перед тем, как появятся результаты Ты должен вложиться, должно пройти какое-то время Бывает, конечно, такое, что ты начинаешь какое-то новое направление И ты находишь какой-то эффективный путь, какое-то такое элегантное решение И тык, все, пошло как по маслу, и вообще сразу все закрутилось Да, такое бывает С первого раза попадание, и там у тебя через 3 недели, самое быстрое, то, что у меня было Пару недель, и ты уже, уже у тебя пошли первые деньги Но закладываться, что у вас будет именно так, ну, нельзя И когда я начинал, первые деньги у меня пошли через 4 месяца При этом я вкладывался по 10 часов в день У меня не было никакой другой занятости Полностью, 100% времени я уделял на практику То есть это развивал сайт, писал статьи Брал, бесплатно прорабатывал клиентов Писал на YouTube ролики Книжки писал, которые сейчас есть на зоне Перерабатывал материал, читал То есть я расширял, расширял, расширял вот эту зону Охватывал все больше и больше людей И только на 4 месяц вот таких усилий у меня появились первые деньги Тогда я заработал 35 тысяч И дальше с каждым месяцем ценник все становился больше и больше клиентов Дороже сессий и так далее И нужно понимать, что когда вы только стартуете Ожидать того, что у вас через месяц Через 2, через 3 Все выстрелится и будет в шоколаде Но я бы не стал на это закладываться Просто понимаете, что это достаточно длительный путь То есть неважно, о какой мы профессии говорим О профессии психолога О профессии учителя О профессии любая помогающая специальность Она подразумевает, что пройдет какое-то время Перед тем, как вы получите результаты Бывают, конечно, исключения Но просто не закладываясь на то, что у вас пойдет все как по маслу Если не пошло как по маслу Вы продолжаете двигаться Продолжаете долбить вашу цель Вы только начали Вы изучили какую-то методологию Вы хотите стать психологом, к примеру И у вас нет клиентов Вас никто не знает Вы понимаете, что вам нужна практика Что вам нужно потренироваться на ком-то И получить реальные результаты Отзывы, видео и все такое Вы это все закидываете себе на стену Друзьям оповещаете И никакой реакции Никто особо не заявляет желание Но это же не единственный путь, как вы можете двигаться Вы продолжаете Вам, во-первых, нужны клиенты А клиенты должны знать о вас, что вы существуете Соответственно, вас должны читать Видеть, слышать То есть вы начинаете работать по этому направлению Это статьи, это видео, это аудио Это покрываете, может быть, инстаграм и твиттер И все подряд То есть расширяете зону покрытия ваших лентов Вторая практика Ну, соответственно, смотрите, пробуйте ваше ближайшее окружение Возможно, кто-то оттуда согласится Смотрите и другие смежные направления Пытаетесь выдернуть кого-то из форумов Я пробовал сайтов знакомств Много-много-много разных телодвижений В итоге, ну, какое-то количество практики мне это давало И в итоге, ну, все-таки находил тех людей Которым действительно готовы были меняться Действительно нужна была помощь И мы с ними доходили до результата И самое, наверное, сложное из этого всего Это выдержать вот этот процесс вакуума То есть ты что-то делаешь И ничего не происходит Ты делаешь, делаешь, делаешь Первый месяц Второй Третий Четвертый И ничего не происходит Вот нулевая реакция То есть, да, кто-нибудь там что-нибудь, может быть, напишет Такое очень редкое Но чтобы клиент пришел и отдал деньги Такого не происходит И в этот момент как раз происходит самая главная ошибка Человек сливается Ой, что-то там Или начинает постепенно все меньше и меньше Туда времени вкладывать И забрасывает в направление Просто, когда вы начинаете новое направление Ну, закладывайтесь на то, что вы идете до конца То, что как бы ни было здесь сложно Вы добьетесь своей цели Вы это реализуете И составляете себе программу Как вы это будете делать У вас должно быть сразу несколько направлений Как вы это будете делать Там работа, там, за отзыв, например Не важно, какая помогающая специальность Там, например, вы стали, решили стать, там, репетитором Соответственно, вам нужны отзывы Работайте в этом направлении Там берете кого-то, каких-то клиентов Любыми способами Работайте за отзыв Если это направление вы не можете С себя загрузить на 100% То тогда переключайтесь В свободное время, там, пишите контент Какой-то Любым способом, какой умеете Там, если у вас хорошая внешность И вы девушка То лучше показывать себя Это очень классно Там, видео, инстаграмчик И все такое Если вы хорошо умеете писать Соответственно, текст Просто посмотрите В каком направлении вы можете развиваться Можете пробовать все направления брать И работать по всем фронтам Не важно То есть здесь главное то Что вы будете продолжать вкладываться До тех пор, пока у вас не пойдут результаты А результаты у вас пойдут Тем более, если говорить про Россию И постсоветское пространство Рынок очень зеленый Действительно, профессионалов очень мало Если там даже говорить по репетиторам То, что я уже приводил пример Таких репетиторов, которые хорошие, видные Которые такие прокачанные Их очень мало Если брать по каждой сфере И вы можете себе найти нишу Там, где и занять в ней свое доминирующее положение Ваши клиенты у вас будут С другой стороны, конечно, возникает вопрос А кто ко мне пойдет? Ведь меня же никто не знает Я вот такой Я там еще неопытный И там отзыва у меня нет Как вот вначале Как вот этот Первоначальный барьер преодолеть Здесь очень простая штука Ну, во-первых Вы играете на цене Это раз Во-вторых Даже то, что вы неопытный Делает вам плюс в том Что определенные люди Захотят к вам пойти Потому что это снимает с них часть ответственности Ну, например, они не до конца готовы меняться И они хотят У них есть некоторый мелкий саботаж И они таким способом этот саботаж воплощают Потому что они знают, что вы не супер профессионал А вы человек там начального уровня Но вам это только на руку У вас появляется кто-то, с кем можно работать Часть людей, которые будут вас видеть Как вы разговариваете Как вы пишете Как вы себя проявляете Вы просто им понравитесь как человек Потому что в большинстве случаев Люди идут к вам не потому, что Вы такой супер профессионал А часто так бывает Что человек к вам идет Потому что вы просто понравились Как личность И в каждом человеке Есть что-то, что притягивает И вы найдете свою аудиторию Которая притянется к вам Которая будет с вами на одной волне И они станут потом вашими клиентами То есть они сначала о вас почитают Они сначала вас увидят И потом уже к вам придут Просто закладывайте, что этот путь И вам надо будет этот путь пройти Каким путем вы его пойдете И его будете проходить Ну это уже ваше дело Конечно можно устроиться в клинику Но для меня, например, этот путь был не актуален Потому что я очень люблю свободу Свободу перемещения Свободу где жить Как начинать свой день И свободу самовыражения То есть я хочу делать так Как я считаю нужным с клиентами И хочу пробовать, экспериментировать Менять тактику Для того, чтобы находить Самые эффективные пути И самые лучшие для меня Для клиентов Но у вас может быть Совершенно другой путь И вы можете пойти там через клинику В какую-то устроиться клинику В какую-то компанию В общем, как наемник Получить там опыт И потом уже выдвигаться самостоятельно Или открывать для себя Под себя уже свою компанию Это все, что я хотел на сегодня рассказать С вами был Олег Дмитриев Всем пока